Не только сохранить, но и приумножить. Представители Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона на примере Мурма рассказали, как ведется работа по сохранению и реставрации исторических достопримечательностей и памятников культуры. Провести пресс-конференцию именно в Мурме решили не случайно. В городе, который входит в Золотое кольцо России, 287 объектов культурного наследия, что даже больше, чем в областном центре. Посмотрите, какие ансамбли, какие монастыри прекрасные. И сейчас они отреставрированы, и вот эта Вознесенская церковь. Но это, наверное, не только перед днем семьи, любви и верности, а вот так надо поддерживать в таком состоянии, в том числе и улицу Московскую, и другие объекты, о которых пойдет речь. Но любые реставрационные работы проводить нужно только после археологических исследований. Несмотря на то, что, казалось бы, история культурных объектов изучена вдоль и поперек, земля под ними может до сих пор хранить свои тайны. К примеру, известный на всю область дом-музей купца Зворыкина, на территории которого сейчас идут раскопки, позволил архитекторам сделать новые открытия. Находки у нас разноплановые, из разных слоев. Здесь представлены бытовые вещи, которые мы нашли во дворе дома Зворыкиных. Нумизматический материал, то есть монетный материал разных времен, тоже со двора дома Зворыкиных. Это некоторые предметы вооружения древнерусского времени, украшения века с XII и по XVIII век. Второй блок ордей – это вещи, которые появились на территории Мурома, начиная с XVI века, то есть со времен Ивана Грузного. Возможно, его похода, возможно, но просто княжеского освоения территории. Но самая уникальная находка, которая свидетельствует о пребывании в Муроме представителей Золотой Орды – это две монеты XIV-XVIII веков, обращавшихся на территории Османской империи. Кроме того, одно из захоронений, найденных во дворе дома Зворыкиных, имело редкую языческую черту. Во рту погребенного нашли монету. В древние времена этот обряд назывался «обол мертвых», то есть плата за переход умершего в загробный мир. Сам дом-музей Зворыкиных, в котором сейчас располагается историко-художественный музей, закрыт для посещения в связи с реконструкцией. Сейчас в здании уже проведен газопровод. На очереди – реставрация самого дома и его фасада. В этом году большая часть работ будет осуществлена до конца года. В следующем году мы должны закончить фонда хранилища. Только после этого мы начнем перемещать наши коллекции. И только после этого сможем приступить к главному дому. Потому что при наличии музейных коллекций никаких работ, конечно, глобальных, мы здесь не сможем просто-напросто развернуть. К уже отреставрированным памятникам культурного наследия можно отнести ДК имени Тысячестолетия Мурома, выставочный центр на улице Московской, Вознесенскую церковь и многие другие. Работы по восстановлению объектов историко-культурного наследия будут и должны продолжаться и дальше, поскольку это уникальные памятники, которыми гордится наша Владимирская земля. Екатерина Глазкова, Дмитрий Шаталов, Губернии 33.